Местные власти проявили себя, на мой взгляд, далеко не лучшим образом в первые дни. Объясните, пожалуйста, потому что мы этого не знаем. В первые дни местные власти, как таковые, оказались стопроцентно импотентными. И местные власти, как таковые, в первые самые горячие 2-3 дня не делали ничего. Более того, тезисы, с которыми они выходили в совсем публичную плоскость, они не выходили. Но то, что звучало от них на встречах, когда они в метро в убежище спускались, еще что-то, они были не слишком однозначны. И Харьков, то, что Харьков выистоял, то, что Харьков отстоял, то, что Харьков удалось отстоять себя, то, что Харьков железобетон, это не заслуга местных властей. Это Харьков. Это люди, которые шли... Первые танки, вошедшие в город, прямо 24-го часа, 24-го уже в Харькове, с двух направлений входили русские танки. И вот первые танки, которые были сожжены, они были сожжены первые два вообще срочниками, пацанами, там 19-летними, вот из этих пяти сошедших танков. А отступающих, ну, то есть, когда они уже выходили на окружную, еще три было сожжено, будут пузатыми дядьками моих, ну, моими сверстниками, которые, со словами, блин, да сколько ж можно, да я же уже в 15-м, 16-м, 17-м навоевался, да что ж такое, которые где-то там что-то. Самые сожжены. Я ни коем случае не хочу преуменьшить... Заслуги регулярных частей ЗСУ, НГУ. Первого, тогда еще не в составе никого, Кракена, ну, вот ребят из нацкорпуса. Но я боюсь, что без вот этой низовой активности Харьков, не то что Харьков бы не устоял, они бы смогли зайти в город и закрепиться, и нас бы ждали тяжелейшие городские бои. Местные власти вообще, как хоть в каком-то виде начали проявляться где-то через, ну, по моим воспоминаниям, где-то через неделю, да, то есть начали хоть как-то, ну, Терехов вообще стал хоть как-то заметен, да, и что-то смог словами через рот, внятное, правильное сказать. Ну... Мы очень многое не сделали нужным, и все это не имеет никакого отношения к причинам вторжения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!